Давайте знакомиться. Да, меня зовут Алексей, я представитель АПК Инвест. Находимся мы в Верхниховском районе, село Александр. Алексей, давайте поговорим с вами о результатах прошедшего сезона. Ну, прошлый год в связи с погодными условиями был немножко напряженный. С уборкой он, конечно, немного подвел, дождь не давал убрать урожай, но успели, убрали все вовремя. По зерновым, если говорить, какая средняя урожайность получалась? В этом году по зерновым мы сеяли озимую пшеницу, это был огромный и роскишный, яровых мы не сеяли. По грому урожайность, да и по роскишне в пределах 70 центов. А в целом, в том году, то, что планировали на посев, все ли удалось посеять, либо с погодным? Нет, а зимы не досеяли, дождь не дал. В этом году, скорее всего, будем досеивать яровыми. Скажите, когда вы подходите к подготовке почек к посеву, какие стандартные технологические приемы используете? Стандартный технологический прием – это дискоцептивация. Ну, в целом, вот те озимы, которые успели все-таки посеять, с учетом недосева, вот с осени в каком состоянии они ушли? Те, что сеяли первый ранний сев, уже было кущение, начало кущения, а поздний сев – 2-3 листочка. Ну, собственно, в скором времени уже предстоит выходить в поля, смотреть на состояние озимых. Как чаще всего проводите мониторинг полей? Мы будем вырубать монолит, будем его делать в конце февраля, потому что, я знаю, многие хозяйства уже заранее это все сделали и отчитались о том, что с озимой пшеницей все в порядке. До конца февраля, пока даже и до середины марта, погода может меняться. Сейчас земля промерзшая, все, что распустилось, уже погибнет. Поэтому раньше конца февраля не имеет смысла его вырубать и смотреть. Есть ли у вас сейчас опасения о состоянии озимых? Есть ли риск пересева? Ну, как вы в целом оцениваете сейчас состояние озимых? Честно? Да. Отвратительно. Я так понимаю, тут много уже кто отчитался о том, что вся озимая жива, что все будет хорошо. Ну, я не оптимист, я реалист. Из того, что я видел на полях, глубоко промерзшая почва, мертвые всходы. Даже если она взойдет, что-то из того, что выжило, взойдет на большой урожай, я бы не рассчитал. А вот такой вопрос, я не знаю, пользуетесь ли у Крупвайс? На подцифрованные поля или нет? Смотрели ли там, если пользуетесь? Пользуемся, но я в него пока не смотрю. Пока не вижу смысла. Это будет только конец февраля, начало. Гнать куда-то лошадей не вижу смысла. Опять же, повторюсь, погодные условия. Сейчас ударят еще 30-ти градусные морозы, 20-ти. Снега, как такового, нет. Поэтому, что там будет дальше, еще не понятно. Ну, правильно ли я понимаю, что ожидания не самые позитивные по поводу озимых, соответственно, есть риск пересева. Да, безусловно. Либо планируете засевать другими культурами, либо… Да, озимая пшеница, мы уже примерно планируем, что мы можем туда пересеять. На некоторые поля, скорее всего, это будет сои, некоторые поля – ничмень, возможно, кукуруза. А в целом, вот по страховому фонду семян, то есть, ну, из того, что сейчас запланировано, скажем, на яровосек, у вас… Яровую пшеницу мы не планировали, потому что не ожидали такого. Возможно, некоторые поля, если они все-таки взойдут, тогда будем досевать яровой пшеницей. Если покажут, что всходов мало, ячмень у нас есть. Правильно ли я понимаю, что если придется досевать какими-то другими культурами поля, соответственно, вы будете выходить раньше… Ну, будете ли вы выходить раньше на поля, с учетом того, что у вас больше психологических операций? Скорее всего, да. Ну, опять же, что касаемо озимых, пока мы не увидим конкретных всходов, на эти поля мы не будем выходить. То есть надо, как только пойдут всходы, надо понять не в лабораторных условиях, а именно увидеть это воочию на полях, что там всходят. Ждете условий для того, чтобы оценить озимый. В итоге, после этого будет уже приниматься решение, будет ли меняться структура оборота и каким образом она будет меняться? Безусловно, да. Поняла, спасибо. Вопрос у меня еще был на тему, вот, в целом, подготовки почвы весной. То есть, условно, там, где не успели, да, например, вот были дожди и не успели… Есть несколько полей, да. У нас подсолнечниковое поле осталось незаделанным, два небольших кукурузных поля и все, по-моему. Может, есть какие-то приемы, которые бы облегчили обработку почвы с весны? Потому что, насколько я знаю, то есть почва, она достаточно будет влажной, тяжелой, да, и… Ну, стандартно, что мы можем сделать с подсолнечником. За зиму в любом случае он подгниет. Просто идем дискатором, если не помогает дальше культивация. То же самое. Ну, и, собственно, с озимами тоже, я думаю, по факту уже будете смотреть. С озимами только по факту. Ну, ладно, спасибо. Вопрос такой еще по норме высева. То есть, если мы говорим про зерновые стандартные, с какой нормы высева я работаю? Ну, мы в основном ориентируемся на рекомендации производителя. То есть, кто рекомендует производителя, так мы и мысли. Ну, а вот сейчас какая у вас принята норма высева? Семь на зиму в зерновых? Пять с половиной миллионов в зерновых. То есть, это стандартная принятая норма? Ну, да. Высева сейчас… Думали ли вы о том, чтобы немножко снизить, сократить данную норму? Нет. В сторону уменьшения, там, количества технологических операций, возможны? Пока не видим в этом смысла. Ну, вот такой еще вопрос. А вот, когда, допустим, готовить посеву, там, опять же, да, там, есть определенная норма высева, насколько для вас критично понимать о какой продуктивности пристой, в данном случае, будете получать с данным пополением? Количество растений дойдет к горке. Ну, если мы сеем пять с половиной, то на выходе должно быть порядка десяти. Ну, то есть, как минимум, там, два, как-то, украшение должен быть. Да. Что для вас является оптимальным сроком? То есть, на что вы ориентируетесь, выходя в целом вот на гировой классе? Температура окружающей среды, температура почвы. А может ли, скажем так, по результатам прошлого года, да, с учетом каких-то новых, там, тенденций и опыта поменяться в целом подход к технологии возделывания? Подход всегда, может меняться, потому что погодные условия. Вообще, сельское хозяйство – это творческий процесс. Никогда не знаешь, что тебя ждет завтра, поэтому, абсолютно верно, может все измениться. Ясно. Спасибо. Ну, может быть, вы хотели бы поделиться чем-то, что вот какие-то наблюдения в прошлом году, которые сделали, и точно знаете, что на следующий сезон вы так делать не будете? Да, пожалуй, такого нет. На самых ранних этапах чем стандартно болеют растения? Как смотрите, как проверяете? Смотримся, объезжаем поля, смотрим на вредителей, на болезни. Если что-то не понимаем, у нас есть ваш сингенковский представитель, который нас курирует. Мы его вызываем, он у нас человек компетентный, подскажет, расскажет. А с точки зрения проверки семенного материала используете фитоэкспертизу семян? Да, безусловно. Скажем, насколько те данные фитоэкспертизы, которые вы видите, влияют на принятие решения по подбору препарата для защиты семян? Опять же, препарат мы в этом году будем использовать Максим Форте Про. По своему перечню, по крайней мере, заявленному производителям, он гарантирует на первоначальном этапе роста защиту от основной массы заболеваний и от вредителей. Будем ориентироваться на это. То есть, в любом случае, смотрите, чтобы препарат для защиты семян решал вопрос безусловно. С теми заболеваниями, теми патогенами, которые встречаются? Которые вообще, в принципе, встречаются. Не обязательно даже что-то, если выявлено в семенах. Просто по факту, чтобы он предохранял от всего по максимуму. И вы сказали про вредители. Получается, вредители тоже имеют вместо пыль. Безусловно. Что чаще всего видите в посевах заболеваний? Какие блошки? Блоха, пилильщик. Да, в принципе, но кучка – это стандарт. С кучкой борьба – это занятие абсолютно бестолковое. Ну, собственно, если вот так вкратце подытожить, скажем, подготовка к началу посевное. Для вас, в первую очередь, это какие обязательные элементы? Первое, наперво – это протравка семян. С этого начинается все. Сословно. Какой фундамент заложили? Это безусловно. То есть, качественная протравка семян, она играет, можно сказать, даже первостепенную роль, особенно на начальных этапах. Такой еще тогда вопрос хотелось бы задать. А как вы обрабатываете семена? Какого для этого оборудования? Оборудование у нас – протравитель. Ну, протравочная машина? Да, протравочная машина. С помощью него и, опять же, ваш специалист нам в этом помогает. Я так понимаю, речь идет о чемоданчике «Слак», да, уже? Ну, настройка протравочной машины. Да, да, да. Черный чемоданчик приезжает. Да, приезжает Сергей и нам все настраивает. Все проводится под его контроль. Спасибо. Ну, что ж, я думаю, на этом вопросы я закончу. Спасибо большое. Все, вам спасибо. До свидания.